Украинские чиновники ничего не делают, и, например, у них очень плохая армия была. Российские чиновники много делали, армия получилась отличная, армия напала на Украину. Возникает вопрос. Сейчас я не хочу сравнивать, а хочу просто привести простой пример. Что лучше, утонуть или повеситься? Как это можно сравнивать? Вот это как раз называется передергивание. Ну-ка, объясни. Вот это называется передергивание. Что лучше, плохая армия или хорошая армия? Ответ однозначен. Лучше хорошая армия. Вот ответ на твой вопрос. А идет эта армия, и с точки зрения страны, которой эта армия принадлежит, защищает население, которое близко твоей стране? Или твоя армия, которая у тебя плохая, не идет и не защищает территорию своей собственной страны, как это было в Крыму? По-моему, ответ тоже абсолютно очевидный. Лучше, если армия идет, чем если она не идет в данной конкретной ситуации. Но ты ставишь в упрек, например, что у министра внутренних дел Украины есть время писать в Фейсбуке, а в российской, да, но при этом ты прекрасно понимаешь, что у российского министра внутренних дел не только нет времени, но и нет никакого желания ничего нигде рассказывать и ни в чем отчитываться. И, по мне, так лучше чиновник, который в Фейсбуке пишет, чем чиновник, который не может объяснить преступление своих подчиненных и не считает это необходимым. Я выберу того, кто не пишет в Фейсбуке, а ловит преступников. То есть ты считаешь, что колокольцев ловит преступников все то время, что он не пишет в Фейсбуке? Другое дело, другое дело. Считаю ли я, что колокольцев лучше, чем Аваков ловит преступников? Я действительно так считаю. Ну как? Пример такой. Где он поймал, где он поймал, где он таджикского мальчика убил, или мы не знаем, убил он или нет, хорошо. Где он пытает человека в полицию, и мы не знаем о том, что это происходит. Или где мы знаем о том, что это происходит. Ты так говоришь, как будто украинские милиционеры вообще никого не ловят. У них куча своих проблем и куча своих там недостатков. Как раз кто передергивает нас к твоих, так это ты. Мы с тобой сейчас сравнивали по твоему вопросу министров внутренних дел, а не милиционеров. Я ничего не знаю про украинских милиционеров, вернее так, я все знаю про украинских милиционеров, они ровно такие же, как и русские. К вопросу о сравнении Украины с Россией, Россией с Украиной, конечно, я сравниваю. И, конечно, в данной сегодняшней ситуации Россия управляется более эффективно, чем Украина. Вот что я сказал. Вот твой вопрос же был какой. Хорошо ли, что русские войска куда-то там вошли? Ну, для Украины нехорошо. А, так сказать, для России... А для России? Для России сейчас, наверное, нехорошо. Так сказать, в историческом контексте, я понятия не имею, а более того, в историческом контексте это уже не важно, хорошо это или плохо. А и факт исторических процессов заключается в том, что вот этой империей, под названием Российская империя, в позднем этапе ее развития управляла на самом деле украинские императоры.